Сегодня я расскажу вам, как превратить обычное зеркало в полезное устройство. Всем привет, вы на канале Киберлаб. Идея витала в моей голове давно, но из-за отсутствия времени и лени, моя задумка долго находилась в застое. Но вот, наконец-то пришел тот день, когда я все же воплотил свой замысел в жизнь. Это случилось в далеком 2013 году. Для реализации своей задумки, первым делом приобрел настенное зеркало в магазине Икеа. А в магазине Ашан купил фоторамку со встроенной метеостанцией. Сегодня, конечно, таким зеркалом никого не удивишь, но на тот момент это было что-то необыкновенное. Как правило, зеркало состоит из четырех слоев. Первый слой – это стекло. Второй – это отражающий материал, амальгама. Третий – это защитный слой, специально полимерное покрытие для повышенной стойкости. И четвертый – не в оси зеркалах, конечно, но в данном случае была полиэтиленовая пленка. Метеостанция с фоторамкой. Это гибрид цифровой фоторамки метеостанции часов в одном флаконе. В устройстве используется жидкокристаллический дисплей с диагональю 8 дюймов, на котором последовательно чередуется информация о метеоданных с фотографиями. Фотографии записываются в памяти SD-карты. Также имеется небольшой объем внутреннего хранилища. В комплекте есть пульт управления и уличный датчик температуры и влажности. На текущий момент таких фоторамок я в продаже не нашел. Но для повторения проекта это не имеет большого значения, так как можно купить любую метеостанцию, толщина которой не должна превышать глубину внутренней полости зеркала. В комплекте с метеостанцией прилагается внешний датчик температуры и влажности. Он передает данные один раз в минуту на частоте 433 МГц. Для питания датчика используются две батарейки типа 2А. По опыту могу сказать, что этих батарей хватает на 2-3 года. Крепится датчик обычным навесным способом на саморез. Несмотря на то, что на метеостанции есть кнопки настроек, с ней в комплекте также идет пульт дистанционного управления, при помощи которого можно производить настройки фоторамки. Ну что ж, давайте теперь перейдем к процессу модернизации. Сразу же приношу свои извинения, так как в 2013 году видео самого процесса я не снимал. Остались только немногочисленные фото. Защитная полиэтиленовая пленка внутри зеркала избавила меня от необходимости изготовления шаблона из аракал. Шаблон был вырезан прямо на этой пленке внутри зеркала при помощи канцелярского ножа и линейки. Для удаления зеркала защитного полимерного слоя я приобрел в аптеке доступное для покупки без рецепта средство. Называется оно димексид. И концентрация у него 99%. Аккуратно удалил с обратной стороны зеркала вырезанный ранее прямоугольник из полиэтиленовой пленки и залил это место димексидом. Для равномерного распределения средства по всей поверхности можно воспользоваться кисточкой. Ждем примерно 30 минут для того, чтобы дать время на размягчение защитного слоя. А затем просто удаляем его шпателем или же любой пластиковой картой. Так как этот полимерный слой на разных зеркалах может отличаться по толщине, то возможно потребуется немного больше времени для его растворения. Тогда нужно просто повторить процесс еще на 5-10 минут. Амальгама легко удаляется йодом. За 2 минуты она практически полностью растворяется. После ее растворения удаляем с поверхности всю образовавшуюся жидкость тряпочкой. Таким образом получается прозрачное окно в зеркале с идеально ровными краями. Экран фоторамки сначала нужно точно выставить напротив прозрачного окошка и приклеить на двухсторонний скотч. После этого достаточно пройтись по периметру термоклеем и наше зеркало готово. Теперь осталось только повесить его на стену и подключить к нему электрические провода. На зеркале вы можете видеть два небольших отверстия. Одно сделано для приемника сигналов с пульта дистанционного управления, а другое для датчика освещенности, который автоматически регулирует яркость подсветки дисплея или отключает ее в полной темноте. Теперь, выходя из дома, я всегда могу посмотреть на себя в зеркало и еще узнать текущую погоду, время, заодно посмотреть пару фото из прошлого. Этот проект не требует больших затрат и может быть выполнен в домашних условиях любым желающим. Если у вас остались вопросы, то можете их задавать и обсуждать в комментариях. Всем пока!